Давно известно, что лук можно сажать и весной, и осенью. Лук, высаженный осенью, на следующий год даст более ранний урожай, чем лук, высаженный весной. Посадка лука осенью проводится без привязки к календарю. Ориентироваться стоит только на погоду и климатические условия. Важно помнить, что с момента посадки и до промерзания почвы лук должен успеть укорениться, но не тронуться в рост. Для этого обычному луку требуется 2-3 недели. Как понять, когда осенью пора сажать лук-сивок? Следите за градусником, и как только температура на улице опустилась до 5-7 градусов и держится на этой отметке несколько дней подряд, можете начинать посадку. Для осенней посадки лука подойдет грядка, на которой до этого выращивали помидоры, огурцы, горох, фасоль, любые зерновые, свеклу, горчицу, рапс, салаты. Не рекомендуется сажать лук после бобов, картофеля, люцерны, красного клевера. Ведь это может привести к поражению его нематодами. А вот сажать лук после лука можно только один раз. На третий год хорошего урожая вы уже не получите. Посадочный материал лука делится на овсюшку. Луковички в диаметре меньше 1 сантиметра. Лук-сивок – диаметр луковичек от 1 до 3 сантиметров. Лук-выборку – луковички крупнее 3 сантиметров. Если вы сажаете лук для зелени, то лучше использовать выборку или сивок, поскольку крупная луковичка чаще идет в стрелку. А мелкий лук-сивок сажают для получения луковицы репки. В следующем году этот лучок даст крупные луковицы. За неделю до посадки лук необходимо обработать от грибковых заболеваний и защитить от вредителей. Для этого можно замочить лук в темно-розовом растворе марганцовки на 30 минут или в солевом растворе. На 1 литр воды берут 1 столовую ложку поваренной соли и выдерживают 20-30 минут. Вместо соли и марганца можно использовать специальные антигрибковые препараты. Максим, витароз, фитоспорин, циркон или эпин. После обработки лук необходимо обязательно просушить. Лук для посадки должен быть сухой. Грунт для подзимней посадки лука нужно подготовить заранее. Самый лучший урожай будет на рыхлых плодородных почвах. Поэтому при перекопке внесите 5-6 кг перегноя. 10 г сульфата калия и 30 г суперфосфата на 1 квадратный метр. Перед самой посадкой посыпьте почву древесной золой. Из расчета 1 стакан на 1 квадратный метр. Лук не выносит кислую почву. Поэтому, если она кислая, то понизить ее уровень поможет доломитовая мука. Внесите ее от 150 до 200 г на 1 квадратный метр. Также отлично подойдет молотый мел или известь пушонка. Затем пропалите грядку, выровните и уплотните ее поверхность. Нарежьте бороздки на расстоянии в 20 сантиметрах друг от друга и глубиной до 5 сантиметров. Дно бороздок присыпьте песком, чтобы лунки были воздуха и влагопроницаемые, так как лук не выносит застоя воды. Также в бороздки перед посадкой насыпьте табачную пыль и горчицу, чтобы защитить лук от луковой мухи. Сухой севок разложите по бороздкам через каждые 5-7 сантиметров. Засыпьте сухой землей и слегка ее уплотните. А зимы лук после посадки не поливают. Если не будет дождей, то слегка пролить участок можно дней через 10. С наступлением заморозков замульчируйте посадки сухими листьями, лапником или хвойным опадом. И накройте мульчу ветками, чтобы ее не разнесло ветром. Если зимы в вашем регионе снежные, можно обойтись без дополнительных укрытий. При нормальных погодных условиях, а зимы лук всходят уже в конце марта, после того, как земля прогреется. Весной, чтобы обеспечить доступ солнечных лучей к грядкам, нужно убрать мульчу и еловые лапы после схода снега. Для лучшего роста лука проведите подкормку и ждите хорошего урожая. Всем здоровья и мирного неба!